В этом же сете есть и порядковые шкалы, которые совсем не похожи на только что рассмотренную. Ну, например, вот переменные про доверие людям. Насколько вы доверяете людям? И здесь у нас 11 содержательных значений. С нулевого следует быть осторожными с людьми. И десятое значение, последнее. Большинство людей заслуживают того, чтобы им доверяли. Промежуточные градации. Эта шкала выражает степень доверия. Причем обозначены содержательно только полюса этой шкалы. Промежуточные градации не обозначены никак. То есть на усмотрение респондента, на понимание респондента ориентированно. Более того, таких градаций здесь много. Одиннадцать. С точки зрения Луитерстоуна, одного из столпов социологии, а также психовидеолога по совместительству. Если в шкале речь идет о градациях, о выражении степени, выражающих степень, чего бы то ни было. Причем этих градаций много. Луитерстоун считал от 11. Ну, я полагаю, что можно считать от 9. То мы можем эту шкалу считать, опять же, интервальной. То есть эта шкала ранговая, но с ней можно работать как с интервальной. Я называю такую шкалу псевдоинтервальной. Так, просмотр ТВ был реальной интервальной шкалой, потому что здесь есть привязка к единице измерений. Доверие людям. Шкала псевдоинтервальная. Поскольку в ней речь идет о степени доверия. В ней много градаций. Больше 9. Так, это псевдоинтервальная шкала. И последний пример. Исходно ранговой порядковой шкалы. Помечена она составителями макеты ESS как ординальная, порядковая. Насколько человек заинтересован в политике. И всего 4 содержательных градации. Речь идет, следовательно, о четко ранговой, четко порядковой шкале. Поскольку градаций здесь мало. Если градаций мало, значит шкала не может быть интервальной. При этом, если в этих градациях нет привязки к единице измерения. Здесь нет привязки к единице измерения. Шкала не интервальная. Но она и не номинальная, потому что здесь есть порядок. То есть люди, которые отвечают на единичку, они говорят,